Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Елизавета Газизянова. Ни для кого не секрет, что заниматься своим здоровьем нужно не только, когда что-то конкретное начнет остро беспокоить. Важно отслеживать свое состояние с ранних лет до поздней старости. В университетской клинике Казанского федерального университета можно пройти медицинский осмотр, диспансеризацию, в том числе углубленную. Она проводится в рамках профилактических мероприятий и направлена на выявление различных патологий на ранних стадиях развития. Униклиника предоставляет услуги по обследованию и консультации врачей различных профильных специальностей. Все мы знаем, что основными вкладчиками, скажем так, в смертность населения, не только во всем мире, и в Российской Федерации, это являются сердечно-сосудистые заболевания. Они входят в четверку так называемых хронических неинфекционных заболеваний. То есть это четыре группы основных заболеваний, которые дают большую инвалидность, большую смертность и колоссальное снижение качества жизни. Первая максимальная группа, это часть вот этой группы хнизов, как мы их называем, это болезни системы кровообращения. Гипертонические болезни, все сопровождающиеся повышением материального давления, ишемические болезни сердца, поражение сосудов различного генеза, атеросклеротического, вернее, генеза. Вторая группа, это онкологические заболевания. Мы все знаем, что онкология растет. Все про нее знают и СМИ активно освещают эти вопросы. Следующий – это сахарный диабет. Сахарный диабет – это тоже колоссальное и страшное заболевание. Отметим, что диспансеризация проводится бесплатно в университетской клинике КФУ для сотрудников ВУЗа и прикрепленных к поликлинике граждан. Для ее прохождения вам необходимо записаться в удобное для вас время по телефону 8 843 223 30 00, а также в регистратуре. Кадровый резерв РАИСа Республики Татарстан – проект, направленный на развитие управленческого потенциала республики. Представителем Казанского федерального университета, вошедшим в перечень наиболее талантливых управленцев, стал заведующий кафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов Института геологии и нефтегазовых технологий Михаил Варфоломеев. На сегодняшний день он также является заместителем директора по научной работе научно-образовательного центра «Газпромнефть КФУ». С 2023 года он входит в состав Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию. Для участия в проекте ученый прошел серьезный отбор из нескольких этапов. Была проанализирована его трудовая биография, профессионально-личностные возможности, отдельное внимание было уделено управленческим навыкам. В Казани в рамках игр стран БРИКС завершился чемпионат мира по национальной борьбе КРШ. Победителем весовой категории свыше 130 килограммов стал абсолютный Батыр Сабантуев в Набережных Челнах 2024 года. Трехкратный чемпион мира, аспирант Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета Ранис Герезиддинов. Национальная борьба КРШ была включена в программу «Игр БРИКС» в дань уважения республике и народу Татарстана. В состязаниях по борьбе участвовало более 100 спортсменов из 27 стран. До финала дошли представители России, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Ирана – стран, где борьба является национальным видом спорта. В тяжелой весовой категории Ранис Герезиддинов встретился с борцом из Ирана – Шадмоном Азими и одолел его со счетом 5-0. В Казанском Кремле с научно-популярной лекцией «Свадебный обряд казанских татар. История и современность» выступила старший преподаватель кафедры татаристики и культуроведения Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета Гульнас Акбарова. Лекция прошла в рамках совместного научно-просветительского проекта «Научная среда» Музея-заповедника «Казанский Кремль» и Казанского федерального университета. Затем участники фольклорного вокально-инструментального ансамбля БРМ и ФМК и артисты оперной студии Казанской государственной консерватории имени Жиганова представили краткий тетрализованный курс в историю свадебного обряда. Во время выступления молодые артисты пели фрагмент татарских народных песен, которые исполнялись на свадьбах казанских татар. Состоялся выпускной для иностранных учащихся, слушателей подготовительного факультета Казанского федерального университета. Все они в течение года усердно трудились, изучая русский язык как средство получения специальности и проходили подготовку по общеобразовательным предметам. Подробнее о том, как прошли завершающий этап их обучения и выпускной, узнаете в следующем сюжете. Выпускной для иностранных учащихся, слушателей подготовительного факультета 2023-2024 учебного года состоялся в актовом зале одного из учебных зданий. Молодых людей и девушек пришли поздравить преподавателей, которые в течение года шли с ними рука об руку. Помогали в трудные минуты и давали знания, которые и так необходимы для дальнейшего обучения. Профессора и преподаватели факультета поздравили иностранных граждан с завершением подготовки и пожелали успехов на их жизненном пути. Подготовительный факультет играет очень большую роль в привлечении иностранных студентов на обучение в Канадском федеральном университете. Именно от этого подразделения, от преподавателей этого подразделения зависит, насколько подготовленные студенты подойдут к поступлению на основные программы Канадского федерального университета. На подготовительном факультете у нас очень хорошая инфраструктура и очень качественный, очень высококвалифицированный состав педагогических кадров. Поэтому ребята заботятся, чтобы здесь получать очень хорошие знания, как русского языка, так и отдельных предметов. Со стороны подготовительного факультета у нас работают очень хорошие преподаватели, которые в течение года преподают на русском языке, на английском языке. Поэтому достигается такое качество образования. И на выходе мы получаем наших слушателей, которые так говорят по-русски хорошо, говорят даже на английском, знают предметы и готовятся к поступлению в наш родной университет. Ребята менее чем за год выучили не только русский язык, но и специальные предметы, которые преподаются на нашей кафедре. Это и математика, и физика, и химия, и биология, история, очень-очень много разных дисциплин. В целом, ребят в этом году было очень много из разных стран, более чем из 70 стран. Все показали хорошие результаты, большинство получили сертификаты. И я надеюсь, что успешно продолжится обучение, в первую очередь, в Казанском университете и в других университетах нашей страны. Очень приятно, что в этом году, как и каждый год, есть очень прилежные, очень талантливые, очень мотивированные ребята, которые хочется поощрить, с которыми хочется работать, о которых хочется вспоминать еще многие-многие годы. В этом году на подготовительном факультете всего обучалось более тысячи иностранных граждан из Китая, Ирана, стран Африки и Латинской Америки. Слушатели в течение года изучали русский и английский языки и общеобразовательные предметы для успешного продолжения обучения на факультетах и в институтах как Казанского федерального университета, так и других вузов России. Слушателям вручили благодарственные письма. У лучших выпускников подготовительного факультета получили почетные грамоты и памятные подарки, блокнот и футболку с логотипом Казанского университета. Здесь, что я хотел изучать, я изучал все. Я увидел все, как удобно, как я хочу. Здесь я изучал новый язык. Это мои четыре языка. Я изучал. Было сложно, но оно очень похоже на арабском языке по грамматике. Поэтому мне понравилось. И здесь я увидел много новых друзей. Они из разных стран, поэтому это было удобно. Очень удобно. Официальная часть с вручениями грамот и подарков сменилась по ходу действия художественными номерами в исполнении слушателей. Такой прием стал уже традицией, поэтому у гостей не было времени, чтобы заскучать. В конце выпускного состоялась фотосессия, где ребята вместе с преподавателями, деканом подготовительного факультета и директором департамента внешних связей запечатлели момент нового этапа в их жизни. Начало чего-то большего. Кристина Отекина, Александр Антонов, Универ Новости. Конец первого месяца лета для выпускников вузов, пожалуй, больше всего полон переживаний. Все сессии и практики позади. А это значит, что осталась самая сложная защита диплома. О том, как прошла защита магистрских диссертаций у выпускников Института дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета, и какие самые интересные проекты были представлены комиссией, расскажем прямо сейчас. Июнь – это важный месяц не только для абитуриентов, у которых начинается новый этап жизни – поступление в университет, но и для ребят, которые защищают дипломы, тем самым прощаясь с родной альмаматор. Так, в Институте дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета прошла защита магистрских диссертаций. Студенты подготовили разнообразные проекты на актуальные темы. Например, выпускница создала проект авторской мебели с национальным орнаментом. По словам девушки, эта идея возникла два года назад, и с того момента началась реализация магистрского проекта. Я работаю дизайнером интерьера в основной части и сталкиваюсь с проблемой подбора мебели, так как серийное производство имеет ограниченное количество позиций, и хотелось бы выразить идентичность именно нашего региона, поэтому хотелось бы разработать мебель, которая будет ее отражать. Основная часть мебели изготавливалась в домашней мастерской, так как мой супруг имеет опыт в проектировании и изготовлении мебели. Он выполняет работы по металлу. Также были привлечены смежные специалисты по дереву. Мы самостоятельно приходили в цех и изготавливали на их станках. Также дипломы получили студенты из Китайской Народной Республики. Выпускница подготовила проект, темой которого стала китайская философия, а именно взаимосвязь человека с природой. Инсталляция представляет собой пример того, как современный человек оказывает негативное влияние на окружающую среду. Арт-выставка посвящена международным отношениям России и Китая. Здесь можно увидеть постеры, которые отражают всю теплоту взаимоотношений, которые возникли между странами. Тяжело. Конечно, языковой барьер присутствует. Из-за этого мы долго думали, в каком русле повернуть магистровские работы и решили именно сделать их такими арт-инсталляциями, потому что язык творчества, он такой интернациональный, и мы друг друга поняли. И, собственно, они раскрыли свои компетенции. Отметим, что Институт дизайна и пространственных искусств один из самых молодых институтов Казанского федерального университета. В 2024 году состоялся второй выпуск магистров. Аделина Абдрахманова, Тимур Ахметов. Универ Новости. Уже не первый год модную индустрию обвиняют в загрязнении окружающей среды. Согласно данным экологов, ежегодно индустрия моды производит около 92 миллионов тонн отходов, а, возможно, даже и больше. О том, куда отправляется ненужная одежда и что с ней происходит, расскажем далее в сюжете. Большая часть произведенной одежды и обуви толком не используется и сразу отправляется на свалки со складов и магазинов. Однако при производстве и последующем сожжении нераспроданных товаров модная индустрия выбрасывает более миллиарда тонн опасных веществ в атмосферу ежегодно. Это особенно токсично из-за того, что более 60% современной одежды производится из синтетических материалов. Попав на свалку, искусственные волокна разлагаются больше 100 лет, выбрасывая ядовитые вещества и парниковые газы, что способствует глобальному обтеплению. В итоге волокна превращаются в микрочастицы, которые уже можно найти повсюду на планете. Быстрая мода произошла из-за быстрых смен тенденций в современном мире, из-за того, что люди часто стали устраивать показы мод, менять коллекции, также быстро производить их в магазины, чтобы у людей была возможность их покупать, так как они искусственно выработали интерес к быстрой моде, то есть часто стали обновлять тренды каждый сезон. Вот, соответственно, от этого и появилось понятие быстрая мода. Спрос рождает предложение, и из-за этого сейчас происходит такая проблема. В индустрии быстрая мода не уделяет внимания проблеме учета природных ресурсов и загрязнению окружающей среды при утилизации продукции. Например, для производства одной пары джинсов в среднем требуется 3500 литров воды. Однако проблема не ограничивается только этим. Во многих странах третьего мира водоемы, на берегах которых расположены текстильные предприятия, загрязнены химическими веществами. Следы загрязнения обнаружены в том числе у берегов Арктики. В быстром моде используются вещи низкого качества, то есть после первой носки вещи становятся уже непригодными, они покрываются катышками, из-за того, что сделано не из экологичных материалов, из синтетики и полиэстера, которые также при разлагании выделяют микропластик, которые оказываются в окружающей среде, в питьевой воде и так далее. Даже натуральные ткани могут нанести ущерб экологии планеты. При их разложении выделяется метан, который загрязняет грунтовые воды. Выращивание хлопка требует огромных объемов воды. Затрачивается 24% всех песцидов на обработку плантаций. Эти химикаты не только отравляют насекомых-вредителей, но и наносят вред почве, воде и атмосфере. По мнению экспертов, лучшим решением для тех, кто стремится к экологичному образу жизни, является отказ от мимолетных трендов и предпочтения брендам, уделяющим внимание этичным и экологичным аспектам в своем производстве. На этом все. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!